Здравствуйте! В эфире программа «Свобода с Муравицким». Я Василий Муравицкий, журналист, и в гостях у нас политик и общественный деятель Елена Мадаренко. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Василий! Здравствуйте, все, кто нас видит и слышит! Очень рады вас видеть, всегда рады, и наши зрители всегда по достоинству оценивают просмотрами интервью с вами, и они самые рейтинговые на нашем канале, и вы получаете наибольшее количество положительных комментариев почти всех гостей, которые к нам приходят. И поэтому мы еще раз рады вас видеть, и призываем зрителей смотреть и подписываться. Это первое. Значит, я пришла в гости к друзьям, к единомышленникам. Правильно, и я тоже посмею назвать вас своим другом, потому что в тот момент, когда мне было очень тяжело, ну и этот момент до сих пор не закончился, связан с политическим преследованием, арестом, вы тот человек, который заявлял на эфирах обо мне, в том числе и от Дмитрия Васильца, и Руслани Кацаби, поддерживал, говорил и не молчал. Я хотел бы принести благодарность, сказать благодарность, поблагодарить вас за это, и посмеять назвать вас своим другом. Но при этом это интервью не будет комплиментарное. Я буду задавать вопросы, в том числе и те, которые, возможно, будут неудобные. Договорились? Жизнь вся — это неудобные вопросы. К сожалению, да. Никто не откажет той мысли в правоте, что 2014 год стал для страны водоразделом, который разделил страну на до 2014 и после 2014 года. В том числе и вашу судьбу как политика, вашу судьбу как общественного деятеля. До 2014 года вы были в том числе спикером правящей партии, так ведь? Конечно. И надо отдать должное в том, что вы не изменили своих взглядов после 2014 года. В отличие от многих деятелей партии, той и той правящей партии. И до конца придерживались своих взглядов, несмотря ни на что, несмотря на давление. В том числе, когда мужчины побежали в самые сильные, самые влиятельные. Но я хотел бы спросить вот о чем. Что для вас 2014 год? Лично для Елены Мандаренко. Политический Чернобыль. Это такая катастрофа, которая накрыла нашу страну. И пока непонятно, чем это закончится. То есть, как долго мы будем испытывать последствия. И что в итоге останется от нашей страны. Что останется от нас. Что останется от того наследия, которое вообще-то мы с лихвой получили от наших пап и мам. Я считаю, что в 1991 году мы вообще были, считались, вот я лично себя считала, очень богатым наследником в плане достижений моей страны. Конечно. Хоть это и остался осколок большой страны, но тем не менее. И так больно, смешно, горько и обескураживающе смотреть сейчас, как мы до сих пор делимся этим наследством, меряемся непонятно в чем, решаем, чей борщ, чей королев. Ну, то есть, вот у нас до сих пор продолжается дележка нашего этого наследия культурного, спортивного, научного, образовательного, медицинского. Причем мы делим уже крохи и остатки, не восполняя и не добавляя чего-то своего за эти 30 лет. То есть мы только трынкаем то, что до нас было достигнуто нашими предками. А что у нас вообще уже осталось? По большому счету у нас осталась земля, возможно, какие-то порты. И то, вариант, да? Наша ли земля до сих пор? Да, возможно, какие-то порты, как государственная собственность, какие-то часть заводов и люди. То есть, а что будет после того, когда вот это наследие доестся? Ну, смотрите, Василий, в принципе, заводы, пароходы, магистрали и так далее, все это можно восполнить, настроить, достроить, перестроить. Мы это делали неоднократно. Я имею в виду вообще в нашей большой славной истории. То есть, если когда-то кто-то до нас это уже делал, значит, и нам это по силам. Самое страшное – это то, когда уничтожают руки и мозги, которыми это можно сделать и восполнить. Вот у нас сейчас с вами большая беда – это не столько деиндустриализация, это не столько оглупление, сколько вообще вот истончение поля народного, да? То есть, было 52 миллиона, сейчас, дай бог, чтобы осталось 30. Дай бог. И, естественно, интеллект, общественный интеллект, то есть, общественные знания, в целом образованность людей в стране, наука, состояние науки, уровень этой науки – вот это то, что позволяет конкурировать в мире всегда, быть сильнее, чем другие. То есть, не силой, а умом отличаться. Вот у нас с этим сейчас огромнейшие проблемы, начиная с детского дошкольного образования и заканчивая уже высшей школой и наукой как таковой. Сначала у нас уничтожали методично высшую школу, сейчас добрались до среднего образования. И я, как мама 10-летнего ребёнка, пошагово, поклассово, посемистрово и понедельно испытываю, вот прям чувствую кожей то, как пытаются у моего ребёнка и у таких же, как он, детей, сейчас нагло, цинично, аморально отобрать его будущее и отобрать его возможность в целом, в дальнейшем жить достойно. Как вы с этим справляетесь? Ваш ребёнок, он будет учиться в Украине? Он учится в Украине, я рассчитываю на то, что он останется учиться в Украине. Но я понимаю, что после 17, когда он закончит школу, это уже будет его личный выбор, он не моя собственность. Так, кстати, получилось и с моей старшей. То есть, пока я могла на неё влиять, пока я, скажем так, законодательно давлела, то есть, пока она не была совершеннолетней, я имела право за неё выбирать, в каком заведении ей учиться. Она училась всю жизнь в государственных школах. А потом уже, конечно, когда ребёнок заканчивает школу, всё, здесь уже заканчивается твоё право влиять на него. Максимум, он может сам подойти к тебе с советом, если подойдёт, и спросить твои рекомендации совета, но дальше ты уже на него не влияешь. Поэтому вот пока могла влиять, ребёнок заканчивал государственные учебные заведения. А там уже её решение было поступать в зарубежные вузы, подавать документы в несколько вузов, поступать в несколько вузов, и потом уже окончательно делать выбор самостоятельно, куда же всё-таки ей направить свои лыжи. Я так понимаю, выбор был всё-таки сделан не в Украине. Нет, конечно же. Она композитор, она музыкант. Она выбрала для себя Соединённые Штаты Америки. Она выбрала один из самых-самых лучших музыкальных колледжей, где как раз есть серьёзное образование именно для композиторов – это Беркли. Я как бы совершенно поддерживаю в плане того, что у меня двое детей, двое маленьких ребят – Иван и Андрей. И смотря на то образование, которое сейчас, я бы всё-таки, понимая, как патриот, как я люблю Украину, я понимаю, что когда они начнут думать о том, куда поступить, я бы всё-таки их поддержал, бы всё-таки учиться не в Украине. При этом то, что я люблю Украину и понимаю, что лучше детей. У вас не болит тот момент, когда наши дети, они должны выезжать из Украины? Семь лет назад я бы с вами поспорила. Я спорила и со своей дочкой. И на тот момент действительно она получила одно из самых лучших музыкальных образований здесь. Именно здесь. Мы это почувствовали, когда она уже уехала, и когда она экстерном сдавала чуть ли не весь первый курс. Это был нонсенс. То есть наших знаний средней школы достаточно было для того, чтобы экстерном сдать первый курс в одном из лучших вузов мира музыкальных. То есть это высокий показатель. Сейчас я уже так не могу сказать. Смотря на то, как уничтожает медотично нашу среднюю школу вот эта так называемая новаукраинская школа, концепция, которую внедрили Соросята в стране, я прекрасно понимаю, что это то самое ценное, что сейчас у тебя отбирают последним. То есть отбирают конкурентоспособность наших детей. И, честно говоря, вот сейчас у меня как раз вот этот моральный выбор, как у вас, стал впервые. То есть, а я имею право в угоду своей политической убежденности ставить на кон лично жизнь своего ребенка, его конкурентоспособность и его достоинство в будущем. Я понимаю, что нет. Я не могу сейчас ему гарантировать здесь, в нашей стране, качественное государственное образование в средней школе. Уже не могу. Да, у меня нет выбора, к сожалению, я не могу своего ребенка отдать в частную школу. И, наверное, бы постереглась, если бы такая возможность у меня была. Потому что, к сожалению, у нас большей частью частные школы – это такие аферистичные конторы. Это средства заработка. Да, аферистичные конторы, которые больше развлекают ребенка, но, к сожалению, не занимаются его интеллектуальным, эмоциональным, культурным развитием. И поэтому пока я считаю, что наша именно государственная школа как таковая – это еще то гнездо, где можно сохранить своего птенца и вырасти. Но дальше-то что? Ему же нужно будет самому взрослеть, становиться на ноги. И если мы как родители не обеспечим вот эту вот интеллектуальную подушку, интеллектуальный задел для того, чтобы он стал достойным специалистом на рынке труда и достойно зарабатывал и жил, но я не имею права уже принимать такие решения, что только в нашей стране он будет получать образование. Желательно обеспечить такой уровень средней школы нашим детям, чтобы они сами принимали решение, где они хотят учиться. В Украине, в России, в Китае, в Соединенных Штатах Америки. Конечно, как родителю хотелось бы, чтобы после обучения они сюда возвращались. И очень хотелось, чтобы они здесь приносили пользу. Есть очень важный момент, которым нужно сказать. Вот новаукраинская школа, вот эти реформы внедренные, они говорят о том, что якобы используют лучший опыт европейских школ. Но при ближайшем рассмотрении опыта европейских школ, например, финская образовательная система, одного украинской школы, по словам реформаторов, основываются в том числе и на финской образовательной системе. При ближайшем рассмотрении оказывается, что далеко не так. Василий, нам просто лгут, думая, что мы такие глупенькие, и мы не знаем ничего, и мы нигде не были. Кстати, я вам скажу, технология с их стороны оправданная, потому что действительно большая часть украинцев, они, ну, за рубеж максимум попадали как туристы. Конечно. А мне же, допустим, да... До 25% украинцев вообще за границы области не выезжали. Ну, кстати, практически такая же история и в других странах, то есть в этом плане мы не особо-то отличаемся от чего-то. Это, я вам скажу, даже, по-моему, статистику когда-то смотрела, на глаза попадалось по Соединенным Штатам Америки. У них внутри очень мобильная нация, то есть они в течение жизни могут покидать границы своего штата, переезжать там до 20 раз за свою жизнь и менять место расположения. А вот границы своего государства чуть ли не, если это не было каким-то фейком, в районе 80% никогда не покидали. Может быть, потому что сама страна очень богатая и культурная. Поэтому здесь просто попасть как туристы и восхищаться красотами, конечно, можно, но желательно все-таки посещать страны и узнавать нечто большее по специфике. Налога, обложение, страхование, образование, медицина. Здесь уже выглядит все не так, как нам иногда представляют. Совершенно. Финская школа, она вот это, почему я говорю, потому что у меня супруга, она занимается воспитанием как учитель, как профессионал малой подготовкой к школе, младших школьников. Она сама вот исследовала эту финскую школу, которую нам ставят в пример. Человек, молодой человек, маленький человек приходит в школу с пустым портфелем. Все в финской школе дают ему. То есть, ну, если вы хотите брать опыт финской школы, давайте, такое же обеспечение. То есть ребенок заходит только с портфелем, вплоть до того, что выдают ему все. Далее, количество учителей на количество детей резко, резко более оптимально. Ну, условно говоря, в детском саду максимально, это 8 человек на одного воспитателя. В финской школе это максимально до 20 человек. У нас в школе бывают с класса по 40 человек. Это такие маленькие-маленькие штрихи. Хорошо. Насчет этого, как вы справляетесь с дистанционным обучением? Отвратительно. Приходится доучивать, приходится самому вникать. А представьте, если мы с вами работающие люди. Ну, то есть, по сути, если нет дома родителей, то ребенок, в общем-то, и не учится. То есть, в данном случае, это даже не суррогат, это даже не жалкая реплика, жалкая копия того, что должны наши с вами дети получить от имени государства, которое, ну, надеюсь, все-таки заинтересовано в том, чтобы в будущем эти дети представляли интерес как здоровые и умные налогоплательщики. Если не представляют для государства наши дети интерес как умные и здоровые налогоплательщики, тогда возникает вопрос у меня, как у матери и как у гражданки этой страны. А зачем мне такое государство, которому, в принципе, вовсе наплевать на свою жизнеспособность? Потому что государство сильно и живо только своими людьми, только своими гражданами. Если мы с вами сейчас, по сути, идем по стезе, по дороге в больное и неинтеллектуальное будущее, если плевать нашему государству на общественный интеллект и общественное здоровье, это, по сути, путь к самоубийству. Нация сама себя убивает. Она убивает любые возможности воспитать умных и здоровых людей для того, чтобы восполниться. Это нация, которая прирождена к вырождению, к ликвидации. В своем одном из видео Зеленский обратился в лучших традициях слуги народа к тем, кто уехал. И заявил, что давайте возвращайтесь, мы все сейчас для вас сделаем. И заявил, что он будет возвращать всех украинцев в Украину. Как вы считаете, справляясь с этим Зеленский? Ну, Василий, вообще вопрос настолько, ну вот, ну как вам сказать, ну простой с точки зрения ответа, конечно же, нет. Мы с вами сейчас наблюдаем, насколько расходятся слова с конкретными делами. Мы с вами вообще, вот знаете, находимся в плохом, отвратительном кинотеатре, где нам показывают фильм не про нашу страну. Ну, говорят, что про нашу. У нас с вами страна в смартфоне очень сильно отличается от страны, в которой мы реально живем и в тех реальных условиях, в которых нам приходится реально выживать. То есть киношка как-то вот совсем не совпала с реальностью. Она гораздо сложнее. И вот то, что нам попытались продать как идею, нам, в принципе, ее и продали в 2019 году, вот эту выдуманную страну, выдуманную политическую партию, выдуманного политического героя господина Василия Голобородько, нам это втюхали, нам это продали, как кота в мешке. Большая часть людей, несмотря на то, что очень больно, очень неприятно им признаваться, говорят, нет-нет-нет, мы голосовали за Зеленского, мы даже не смотрели этот сериал «Слуги народа». «Лукавят». Проголосовали именно за вот тот киношный образ, который нам втюхали, который нам продали. Голосовали именно за Голобородько. В Зеленском видели Голобородько. Думали, что если он там ездит на велосипеде, и здесь он тоже будет ездить на велосипеде, с прищепочкой, да, на штанине. Если там у него не было охраны, то и здесь не будет охраны. Мне когда-то так дедушка ездила. Да, и вот, живя вот этим вот скормленным нам киношным образом, люди, абсолютно получившие большую дозу яда во время правления Порошенко, готовы были поверить во что угодно. То есть, правильно ли я понимаю, фактически Порошенко является отцом, политическим отцом Зеленского. Голосовали не только за Голобородько, голосовали еще против Порошенко. То есть, если бы кто угодно был на месте Порошенко, возможно, результат бы был совершенно другой. Василий, конечно. А Порошенко – продукт Януковича, а Янукович – продукт Ющенко, а Ющенко – продукт Кучмы. И так можно до бесконечности, можно там добраться в дебри, там, в 1917 год. Вопрос, он не столь однозначен, и тема не столь однозначная, прямо линейна, да. А кто, пардон, с 1991 года выбирает этих людей? Это ж не какие-то инопланетяне, вот все, кого я перечислила, да, или какие-то продукты инкубаторской работы. Вот нам их откуда-то вот взяли и привезли, и они не похожи на нас, и они не плоть от плоти народа нашего, да. То есть, на самом деле, мы с вами перечислили всех тех людей, которые родились здесь, учились, сформировались как личности, как управленцы, плохо ли, хорошо, сейчас не обсуждаем, оценки не даем. Но это действительно одни из нас, это плоть от плоти народной. Вот все и Кучма, и Кравчук, и Янукович, и Ющенко, и Порошенко, и Зеленский, и все другие политики, за которых мы отдаем свои голоса. И если мы так недовольны их работой, то возникает вопрос, а кто же те люди, которые голосуют за этих? Почему одни и те же грабли? Почему каждый раз мы наступаем на, пусть может быть, свежепокрашенные, но все те же грабли, и потом начинаем поносить, как не в себя этих политиков, считая, что мы вообще ни в чем не виноваты? Может быть, все-таки себе вопрос стоит задать, как гражданину, который обладает правом голоса, и сказать, а за кого ж я голосую? А почему же так получается, что каждый раз мы получаем того политика во главе государства, которым через какое-то время мы очень недовольны? Это, кстати, очень интересный показатель, ведь, например, президенты Соединенных Штатов, они, выходя на пенсию, выходя, заканчивая свой срок, они обладают достаточно высоким рейтингом доверия. Да, они, как это, переходят в сон таких политических старцев, политических аксакалов, которые имеют право ездить с лекциями по стране, давать какие-то комментарии, к ним прислушиваются. А в Украине совершенно противоположная ситуация. Например, Ющенко приходит на волне... Всеобщего обожания, я бы даже сказала. Обожания заканчивает 5%, в лучшем случае 5%. Та же история, по всей видимости, ждет и у Владимира Александровича. Что будет после Зеленского? Что такое постзеленский? Ведь у меня складывается впечатление, что идет все... В стране все хуже и хуже, ситуация все хуже и хуже. И вот следующий этап, это может быть уже полностью обрыв. У вас не складывается такое впечатление? Ну, если со дна не постучат. Видите, у нас такая интересная украинская политическая история, что вот нам кажется, все, мы добрались до дна. И тут вдруг мы слышим стук, да, с этого дна, из-под этого дна. То есть дно не пробито. И, конечно, тут все зависит от, знаете, такого понятия, как, наверное, национальный иммунитет. Ну, это такое понятие, да, несуществующее на самом деле, и в политологии не закрепленное. Вот до какой степени мы будем давать издеваться над собой, до какой степени мы будем дальше деградировать и глупеть, в целом, в целом, как нация, как гражданское общество, до какой степени мы сами себя будем испытывать, потому что голосуем-то мы, отдаем голоса мы, чтобы вот в конце концов убедиться, что, ну, все, хватит край, вот за этим краем наступает погибель наша, и как государство, и как политического сообщества, да, как народ в целом, вот где наш вот тот вот глубоко-глубоко заснувший инстинкт самосохранения, который, наконец-то, скажет нам, хватит нас обманывать, мы наелись этого досыта, давайте, наверное, критически подходить к своему выбору. А есть такие люди? Есть, но это пока не критическая масса, это пока не критическая цифра. Может быть, эта критическая масса не собирается, потому что они говорят, поеду я в Россию, а поеду я в Польшу, а поеду я в Германию, куда-нибудь. Не, ну мы же с вами не уехали, вы даже, Василий, еще и за убеждение свое отсидеть успели, понимаете? И вот как раз-таки у нас действительно с 2014 года прям появилась целая каста политических заключенных. Вы, Дмитрий Василец, Евгений Тимонин, Кацаба Руслан, да? Павел Волков. Павел Волков и других людей, которых... Та же Лена Глещинская, она, к сожалению, уехала, но тем не менее, то есть есть много людей, которых, если мы сейчас вот долго повспоминаем, мы еще там назовем, ну, наверное, где-то имен 20. Это только те, которые мы с вами вот наблюдали, в принципе, в процессе преследования. А сколько людей неизвестных для нас? Я вспоминаю, когда на одной из пресс-конференций военный прокурор господин Матиос, это был, по-моему, 17-18 год, на одной из пресс-конференций говорит, что по 258 статье за сотрудничество с террористами. У нас террористов нет, а за сотрудничество с ними сажают. Даже Государственный департамент США определяет не как террористов, а как... Давайте даже не США, давайте возьмем наши госорганы. Ни один из них не принял решение, чтобы у нас с вами ДНР и ЛНР получили статус террористических организаций. Они называются Rebels, Rebels, повстанцы. По 258 статье у нас с вами было на тот момент задержано и находилось под следствием по данным Матиоса, да, это же даже не мои данные. В районе... В районе, подождите, 3,5 тысячи, он сказал, таких уголовных дел. Плюс потом мы начали собирать через Центр свободы слова свою статистику по регионам. Оказалось, что еще там где-то в районе четырех сотен за Харьковский Майдан преследовали. Более трех сотен по одесским событиям 2 мая, именно тех, на кого нападали, кого били и кого жгли. Мерзко все это. И точно так же по другим городам и весям нашей многострадальной ныньки, что на тот момент, когда мы примерно даже прикинули, сколько же у нас может быть политических заключенных и преследуемых на тот момент за убеждение людей, выходило более 5 тысяч человек. Вот представьте себе, естественно, что власть такую статистику ввести не будет. Это совершенно невыгодно. Это ей, по сути, приговор. Это приговор и обнаружение диктатуры в нашей стране. Но она никуда не делась. И у нас есть люди, которые получали приговоры и сейчас за что? За репост в сетях, за футболку с гербом Советского Союза, за аватарки, на которых присутствует советская символика. Хотя на самом деле это часть нашей истории. Как бы ее не хотели вырезать, все это уже намертво. Это часть нашей истории. Будет поворот. То есть изменится эта ситуация? Или это уже социальный закон, который вошел в силу и он неизменяемый? Василий, вопрос ко всем нам. Захотим ли мы сохраниться как народ на этой территории, в рамках этой страны? Или нас, вот как перекати поле, развеет, я не знаю, будет туда-сюда бросать. Кто-то уедет, кто уже уехал, кто-то собирается уехать, кто-то перекрасится, назовет себя, не знаю, там, поляком в очередной раз. Вот. Если наш инстинкт самосохранения сработает, я уверена в том, что мы переборем эту хворь, переболеем, станем сильнее, станем здоровее, обогатимся культурно, гуманитарно, обогатимся образовательно, сделаем выводы из своих ошибок и все-таки выживем. Проблема в том... Я удивляюсь, насколько вы оптимистично к этому относитесь. Потому что я историк по первому образованию, и я наблюдала, изучая исторические учебники и исторические материалы, вот это преобразование с нашими предками. Проблема только в том, что мы, к сожалению, ходим каждые сто лет по одной и той же, по спирали хоть и немножко вверх, но тем не менее по кругу. У нас примерно от столетия к столетию похожие геополитические выборы. Вплоть до того, что лидеры очень похожи. И вот это плохо, это не дает нам опережать других, понимаете? То есть мы, с одной стороны, делаем рывок, и потом сами же себя ограничиваем в возможностях обогнать наших соседей в каких-то достижениях, стать сильнее. Ровно потому, что нас опять шатает, и мы идем по тому же самому кругу. Мы, знаете, как вот постоянно ищущие и не находящие ответа люди. Мы такие себе, даже знаете, не евреи, которые 40 лет по пустыне ходят, а мы такие себе украинцы, которые могут ну столетиями блуждать, и нас, как вот, вот знаете, в плохой истории качают от одного радикального решения к другому радикальному решению. То Скоропадский захватит, то Петлюра, то Величенко. Да, и в этот момент мы теряем все свои возможности. То есть мы сами делаем 100 шагов назад. К сожалению. Возвращаясь к Зеленскому, как вы думаете, может быть, все-таки он хороший президент, а все это плохие бояре вокруг? Ведь почему? Вот я заметил очень простую вещь. Уже к этому моменту у всех президентов, мы возвращаемся к тому, как сначала их обожают, а потом ненавидят, у всех президентов резко падал рейтинг, а у Зеленского до сих пор он хоть и упал, но достаточно высоким уровнем. И складывается впечатление у народа, что вот на самом-то деле он хороший, он свой, он простой, а вот окружение, которое ему мешает постоянно, и которое постоянно в палке и подставляет его, вот оно все не дает делать, а он даже своим окружением борется. Василий, давайте зададимся вопросом. А вот эти вот бояре, о которых вы говорите, то есть вся огромная-огромная когорта людей, приведенных им имеется в виду и в Верховную Раду, и в Кабинет Министров, и в Офис Президента, и в различные государственные агентства, и в местные советы. Задумывали, давайте по чесноку, задумывались ли люди, когда они голосовали за там Петрова, Иванова, Сидорова, но который шел под флагами, под стягами слуг народа. Нет. Фамилии даже не знали. На тот момент, вспомните, в 2019 году Украину настолько накрыло этой зеленой волной воодушевления, что мы сейчас эх, как голоснем за новых лиц, что действительно ходила расхожая шутка о том, что можно было и табуретку поставить кандидатом в депутаты от слух народа, и она бы выиграла эту табуретку. Желтого пса. Да, совершенно верно. То есть, неважно было, кто этот человек, вы могли даже не знать его фамилию, и вообще не догадываться, кто он по жизни, не знать его биографии. Это мог быть кто угодно, но если он шел от слуги народа, то есть от Зеленского, потому что проект «Слуга народа» раскачал исключительно и именно Зеленский, да, со своим режиссерским, актерским, операторским составом, то, в принципе, он и несет ответственность за своих бояр. И если так получилось, что эти бояре такие отвратительные и мерзкие, как вы сейчас описываете, то ответственность чья? Их кто заводил во власть? Их кто наделял полномочиями? Господин Зеленский. И вы знаете, вот прошло семь трудных лет, вот лично для меня, это даже, наверное, уже больше, чем я вообще в политике была. Вот, и тем более у власти, у власти мы вообще были, получается, всего... Три года. Три года, да, три года. И вот сейчас отчетливо понимаю, что вот это пресловутая «хороший человек» в политике вообще не имеет никакого значения и не работает. И в государственном управлении «хороший человек» это точно не профессия. Януковича сдали его бояре? Я не знаю, я до сих пор не знаю подробностей, кто первый кого сдал. Есть данные о том, что первыми исчезли из страны силовики. Есть другая версия, что все-таки первым сбегал сам Виктор Федорович. Вспомните, даже вот, по-моему, год или полтора после трагических событий на Майдане в феврале 2014 года, впервые для себя я где-то в интернете нахожу чей-то документальный фильм, в котором... А, нет, это по каналам показали. Когда нашли с видеокамер наблюдения в Межигорье съемку, как господин Янукович вывозил свои чемоданчики. То есть никто не знал, что 18-го этот человек уже готовился к побегу. 18-е число, захват Верховной Рады, мы в Верховной Раде были заточены, как узники. Да, я помню эту историю. Вот, то есть никто даже не... А он уже это знал и он уже вывозил свои вещи со своего имения. Да? То есть вот кто первый, кто первый, кого предал, до сих пор все-таки остается большим вопросом. Тут недавно сравнивали события в Капитолии и события 2014 года, они по сути очень похожи. Юрий Луценко в одном из комментариев заявил, не смейте сравнивать. Майдан никогда не захватывал Верховную Раду, кабинет министров и так далее. Это он может рассказать всем, но только не нам. Правда ведь? Я помню, я тогда был нештатным, как журналист работал, и для того, чтобы была возможность допуска до определенных лиц брать комментарии, мне могли оформить статус нештатного помощника депутата. Я был нештатным помощником депутата. Я помню тот момент, когда не то, что заточили, а когда просто мало об этом говорят, просто выбивали карточки из рук, угрожали, в том числе и расправами семьями, заставляли голосовать. Было такое? Конечно. Но, тем не менее, в принципе, я считаю, что даже когда такие настают времена, все равно у тебя есть возможность, несмотря на давление, несмотря на угрозы, поступить по совести. Вот вы сейчас затронули такой важный момент. Помните вот эти голосования 21-го? Да. Числа. Вот как раз под давлением, под угрозами смерти. К некоторым уже приходили домой. Некоторых уже грабили. Били прямо в Верховной Раде. Да, кого-то уже избили. Кому-то к родителям уже пришли с похоронными венками. То есть было давление сумасшедшее. Это правда. Но как-то, вы знаете, кто-то вот струсил, а кто-то нет. Я могу сказать, что я не голосовала. Не голосовала ни за отстранение от власти Януковича, ни за назначение Турчинова, ни за закон об амнистии. То есть вот эти четыре ущербных, пещерных и незаконных законопроекта и постанов Верховной Рады, которые тогда голосовали для того, чтобы быстро перехватить власть, легализовать свой госпереворот. Моих голосов там нет. Так я, извините, ну, по-простому, баба. А там столько мужиков и все сдрефили. Поэтому вопрос все-таки, да, несмотря на угрозы, что ты выбираешь? Жить дальше в страхе, трястишь, ты выбираешь позор. Ну, позор это навсегда. Есть история коммунистической партии Украины, которая на тот момент была фракцией, большой фракцией, в том числе и влиятельной фракции. И правда ли то, что Турчинов пообещал Петру Николаевичу, возможно, вы знаете, это вы были в Верховной Раде, Петру Николаевичу не преследование за голосование. Ну, и, как мы знаем, совершенно все перевернуло. Честно, не думаю, что было как-то именно так. Я думаю, что как раз было больше под какими-то угрозами и под страхом. Ну, я не знаю, честно. Я же не участвовала в переговорном процессе. Но то, что фракция коммунистов практически все за исключением нескольких голосов дали свои голоса за эти преступные законы и постановления, это факт. Да, и, кстати, избиратель потом оценил, оценил эти действия. И тогда состоялся раскол в Компартии, во фракции. И вы образовали, вы были одним из лидеров этой новой депутатской группы. И часть коммунистов из фракции перешли в эту депутатскую группу. Правда? Я так и осталась во своей фракции. Несмотря на то, что пытались колоть нашу фракцию, я как была членом фракции партии регионов, так до конца, пока не сложила мандат и осталась. Это очень удивительно и по мне очень показательно, насколько позиция ваша, когда, несмотря ни на что, вы все равно придерживаетесь. Это настолько сейчас в Украине старомодно, в хорошем плане. Это опасно, во-первых. Опасно, конечно же. Это опасно, это очень опасно, но если наш бывший президент Петр Алексеевич объявляет себя главной защитой от Путина и в тот же самый момент жму руку обнимают. И Липецкая фабрика нам в придачу. То есть это показатель. Я вот о чем еще хотел вас спросить. Елена, смотрите, я убежден в том, что любые народные движения, если они массовые, может быть, я ошибаюсь, они всегда носят часть правды. Какая правда была у Евромайдана? Ведь она была. То есть понятно, что это недовольство использовали. Понятно, что воспользовались этим не просто мерзкие люди, которые потом же этих же людей скинули и послали в том числе и на смерти. Но ведь правда у Евромайданов все была. Ну, у любого бунта, у любого мятежа, у любого протеста, революция всегда есть какая-то своя такая светлая идея. Она в принципе, в принципе, любая такая идея, если можно так вообще обобщить, упирается в одно. Мы за лучшее. Да? Ну, то есть в любом случае мы там за справедливость, мы там за равенство, мы там за демократию, мы там я не знаю за экономический прогресс. Это все мы за лучшее. То есть чтобы было лучше, чтобы стало лучше. Я думаю, что вот с таким посылом большая часть людей выходит, но, как правило, человек критически мыслящий всегда задает вопрос, а лучше для кого, лучше в чем конкретно, а как мы этого достигнем, за счет чего? Потому что у любого достижения все равно всегда есть цена. Вот знаете, когда нам рассказывают, что мы были когда-то космической державой, у нас были свои Гагарины, Королевы, действительно были. Но это достигалось за счет невероятных усилий и, возможно, не такого качественного и уютного, комфортного быта у советского народа, как, например, он мог там существовать в это время где-нибудь во Франции или в Германии, да? То есть у каждого успеха есть своя цена. И когда люди выходят на протесты, не задумываясь о том, а какая у вас цена, и как вы будете достигать этого успеха, за который вы тут стоите, вот я считаю, что это такой очень далеко идущий по вредным последствиям самообман. Когда мы сами себя обманываем, думая, что вот мы за все хорошее против всего плохого, и за это не надо платить. Никак не нужно платить. Ну да, постоять на Майдане можно, поддержать госпереворотчиков можно, а дальше ничего не делать. Самим не улучшать себя, не стараться, кто-то должен прийти и за нас это все сделать. А как правило в таких ситуациях мы получаем с вами авантюристов, аферистов и настоящих преступников, которые пользуются вот этим вот народным подъемом, воодушевлением, эмоциями, и потом грязно пользуются всей той общественной поддержкой, которую они на Майдане в принципе и нашли. Сами сформировали, сами же ею и воспользовались. Куля в лоб прилетела, конечно, не тому, кто призывал кулю в лоб. Ну, понятное дело. Я, кстати, до конца не понимаю вот часть, участие этого человека, да, в государственном перевороте, конкретно Яценюка. Знал ли он о готовящемся расстреле? Вот у меня уверенность, например, в том, что такие, как Порубий и Турчинов, это точно соучастники. А вот такие, как Яценюк, это просто вот эти вот прихлебатели и вот случайные попутчики. Знал ли он до конца, что там готовится и кого на заклание будут вести, чем закончится все это? Я вот не в курсе. Вот интересный такой момент с точки зрения исследования нашей с вами современнейшей украинской истории. Я это вот вашу мысль поддерживаю и понимаю, но есть такие чисто социально-экономические основания этого всего. В субботу, после того, как этот севдо студентов, там на самом-то деле студентов почти не было. Один человек. Да. Судя по тем спискам пострадавших, которые обратились в больницу, там был всего лишь один человек, которому, по-моему, было 17 или 18 лет. После, это было с пятницу на субботу, и когда разогнали, я вот в субботу утром, когда все готовилось наконец-то, это самое массовое собрание, я в субботу утром общался с редактором такого специализированного журнала охранных систем. Мы утром общались, и он говорит, я вот иду на Майдан и даже не знал, что там происходит, проведи меня. И мы прошлись от станции метро политеха, от метро, долго прошлись до Софийской площади. Он мне по ходу рассказывал, вот у него был журнал об охранных системах, и он где-то на рекламе получал, за счет рекламы получал там свои 2-3 тысячи долларов, которые получал за счет фирм, которые получали тендеры на различные обеспечения охранных систем, видеонаблюдения, в различные структуры, в том числе государственные структуры. Вот. И это был простой киевлянин, русскоязычный, с слухом, духом, не знавшим ничего про Бандеру. Но этот простой киевлянин пришел на Майдан почему? Потому что буквально за год все тендеры от себя взяла одна фирма, которую управлял сын Януковича. И он лишился своего этих 2-3 тысяч долларов в месяц полностью. И он пошел на Майдан не потому, что он был против России или против, он потому, что его лишили заработка. Другая история. Это все живые истории. Предприниматели в одной из областей сформировали предприятия. 9-10 год. Приходит Янукович и его бояре. И к 11-му году, когда предприятие нарастает оборотами и начинается отжимание предприятия. 12-й год. Предприятия отжимают. Они через каких-то решал говорят, что обратитесь к Виктору Федоровичу, он все поможет. Это же наш человек, это же батя. И их заводят в Межигорье. Говорят, вот тут пеньки, сейчас Виктор Федорович будет бежать, вы стоите. Они платят за это 600 тысяч евро. Они стоят, ждут, Виктор Федорович пробегает, они говорят, Виктор Федорович, батя, помогите, забирают предприятие, такое-то, такое-то. Он говорит, такое-то, забирают, забирают, ну так отдайте. Дальше побежал. Как вы считаете, не вот такими действиями, когда те люди, которые сформировались вокруг, типа Ярия Януковича, которые отжимали, бессовестно отбирали предприятия, бизнес у средних, малых, крупных предпринимателей, а ведь это было, это ведь было правда. Не сформировали ли они сами? Я уверена, что такие истории были, я уверена, что были аферисты, которые пользовались тем, что кто-то там отбати, на самом деле, занимались своими делами лично, ни с кем не согласовывая. Но у меня вопрос даже не к тому, что вы сказали, у меня вопрос к этим людям, а где они сейчас? Ну, потому... У них сейчас тоже также отжимают тендеры. Хороший вопрос, это ты. И более того, если у них что-то отжали, где судебное разбирательство? Где судебное разбирательство? До того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто это делал. То есть, я, к сожалению, не могу сказать, что я верю в две эти истории, которые вы рассказали, ровно потому, что если бы таковые вещи были, вот как, допустим, с житором, морскими ласущими, да, которые отбирали у господина Бойко, и он сражается за эти предприятия в судах, как лев, публично, почему на тот момент, после уже победы Майдана, эти истории не выплыли публично в судебную плоскость? Почему эти люди не захотели защитить свой собственный интерес через суды? Все, Янукович же испарился, пожалуйста, никто не давит на суды, ты имеешь право отстоять свое достоинство, вернуть все права, как они говорят, на отжатую собственность. Мы, к сожалению, с вами не знакомы с этими судебными процессами. То есть, большая часть таких вещей уверена, это сказки. Если были такие факты, уверена, что их нужно по суду отстаивать. в любом случае. Все, Янукович не давит на суды. Его нет, он испарился. Нет его сына. Поэтому за каждым вот таким вот рассказом, я считаю, должно стоять конкретно заявление в суды, заявление в соответствующие правоохранительные органы. Потому что, когда нам рассказывают, что кто-то кому-то угрожал, иди и закрепи это в полиции. Точно так же, как в свое время поступала когда-то я. Когда кто-то меня обвинял, типа там, Арабец, госпожа Арабец, мне угрожали, иди заяви. Иначе это все просто бла-бла-бла. Когда мне угрожали, я ходила и писала в полицию, не надеясь на то, что там мне помогут, заявление, потому что я брала ответственность за свои слова. Да. У меня был фактаж, я могла это подкрепить, да, я могла показать скриншоты, где мне угрожают, в крайнем случае предоставить телефонные разговоры. То есть я не балаболка, я беру ответственность тем, что иду и фиксирую факт. Когда люди, предприниматели, говорят о том, что кто-то что-то хотел отжать, но при этом ни доказательств, ни обращения в правоохранительные органы, я понимаю, они им не доверяют, но других правоохранительных органов у нас нет. И ты не сможешь отстоять свой интерес, не обращаясь сначала в наши домашние правоохранительные, а потом, возможно, там предстоит в ЕСПЧ, да. Почему мы так делаем? Почему те, кто против нас был, так не делают? Почему они не фиксируют эти угрозы? Почему они не фиксируют обращениями вот такие вот скандальные рейдерские захваты? То есть поэтому, конечно, мы можем с вами обсуждать то время, но возвращаясь к первому вопросу, «А где эти люди сейчас?» Когда нет так же честных тендеров, где сейчас точно так же мы слышим о абсолютно циничных захватах с участием еще к тому же и людей, которые там хвастаются своими геройскими подвигами на востоке страны и бегают с оружием. Сейчас же вообще вооруженных банд полно. Вспоминаем, давайте, Днепропетровскую область, в которой вообще отжимали урожаи, отжимали сельхозпредприятия, в которых непосредственное участие принимали народные депутаты от Народного фронта, прикрываясь тем, что они атошники. Ну, поэтому редактору этого журнала... А здесь гораздо опаснее, согласитесь, потому что эти люди вооружены. Да, то есть уже совершенно другой уровень опасности. Поэтому, когда нам говорят, тогда было так нестерпно, так не мужлы, вот это терпиты, вот это рейдерство и все остальное, у меня вопрос, а сейчас у вас как? Нормально все? Почему сейчас терпят? Почему сейчас не выходят? Раньше, помните же, выходили самый главный слоган, который висел, да, на баррикаде? Поймите нас, нас достало, да? А сейчас не достало. Так где? Где святой протест, где святой Майдан, где святое возмущение тем, что происходит? Ну, если ответить на этот вопрос, то, конечно же, тогда эти явления были, они были очень сильными, но то, что произошло потом, уже не является явлением каким-то частного порядка, а является системным обрушением. Вот, я о чем? Тогда это были единичные случаи, и они выходили из ряда вон. Сейчас это вообще система. И против системы, как-то я смотрю, никто не выходит. Да, был системный, да, конечно же, там не просто перегибы были, но вплоть до того, что знакомый директор издательства из Донецка в период 2012-2013 года летал, простой директор издательства, на выходные летал, каждый выходные летал в Донецк и назад. Небольшого издательства. Но другой мой товарищ, он вынужден был в 2015 году, гранитное свое производство, которое отбирали, не отбирали, щемили, не щемили. Небольшие шесть цехов вынужден был снять и перевезти в Польшу. Печально. Потеряли своего производителя. Да, возможно, тогда отжимали, щемили, но то, что пришло после, тогда это уже совершенно невозносимо стало. И посмотрите, какова разница. Если раньше проблемы испытывал с невозможностью защитить свою частную собственность, там, крупный бизнес, да, в основном интересовали, я так понимаю, рейдеров на тот момент, это крупное предприятие, то сейчас вот этих коршунов, которые сидят там в различных кабинетах, их интересует кошелек даже обычной бабушки-пенсионера. То есть уже раздевают не только бизнес. И я думаю, что скорее ровно наоборот. Бизнес крупный не раздевают, его лелеют, халят и пилят там с ним бюджет, да. А вот долезли до каждой бабушки, до каждого дедушки, до самой нищей украинской семьи. Так вот у меня вопрос, где эти достальщики, где эти бабушки и дедушки, которые, вот помните фотографии, да, когда они стоят в цепочке, друг другу передают булыжники. Булыжники, да. Вот где вот эти достальщики, которых тогда достало, они действительно покинули свои кресла и диваны домашние в Киеве, пришли помогать протестам. Почему их сейчас нигде нет? Будет тарифный Майдан? Или не будет? Сейчас мы видим только вот какие-то несистемные, да, зачатки, но по всей стране. Это и в Сумах, и в Харькове, и в других городах. Это как раз, вы знаете, тревожный показатель того, что если у протеста найдется лицо, если у протеста найдется организационный какой-то центр, кто-то захочет это подхватить, потому что в такие вот хаотичные, дезорганизационные, вот такие вот самодельческие инициативы в их успех я не очень-то и верю, но если кто-то сейчас захочет это подхватить, это точно будет иметь политический успех и политические последствия. Да, при этом это объединяет всех, к сожалению. Абсолютно. Вот что объединяет, это точно мы все потребители жилищно-коммунальных услуг. Нет в этой стране, наверное, ни одного человека, который хотя бы хоть что-то не потреблял. Электричество, газ, отопление, вода, водоотведение. То есть мы действительно все объединены этой темой. Когда будет умиротворение в Донецке? И что для этого нужно? Василий, мы же с вами не ванги. Мы с вами предсказать не можем. Мы просто можем с вами точно спрогнозировать, что при Зеленском этого не случится. Эта власть не настроена на миротворческий процесс. Нам его обещали, но когда Зеленский оказался на Банковой, когда он вошел в курс дел, он очень быстро понял, что для него невыгодно прекращение войны на Востоке, ровно потому, что война – это очень хороший повод прикрывать свои системные ошибки в управлении. В экономике, в кадровой политике, в геополитике и так далее. На войну очень многое можно списать. Он в этом плане не оригинален, он повторяет в принципе путь и методику ухода от ответственности господина Порошенко. Алексей Ильич. Ему еще счастье подвалило в виде ковида, и вот он теперь иногда, я думаю, сидит на Банковой и расписывает. Так, это мы списываем на войну, «О, а это можно списать на ковид». То есть в данном случае тактика для него абсолютно приемлемая, потому что на другое он не способен. А эффективные действия власти нашей по отношению к ковиду приносят ли неуспех, по вашему мнению? Давайте посмотрим на статистику. Мы вошли в десятку стран, в которые наихудшие показатели по смертности от ковида. Вопрос очевиден, не справились. А почему все-таки не покупают российскую вакцину? Она же эффективнее. Почему покупают более дорогую китайскую, которая менее эффективная? Почти в половину она менее эффективна. Там, по-моему, по второму этапу 50%, да? А российская вакцина уже 98% доказала. 98%, 70%, от минимальной 75-78%. Василий, такие решения в ущерб своему собственному народу принимаются ровно тогда, когда власть не считает себя обязанной этому народу, а считает обязанной и боится кого-то другого. По всей видимости, Зеленский и его компашка это зависимые люди. Люди, которые зависят от мнения неких западных кураторов, то ли Госдепа, то ли вот этого объединенного посольства G7 пресловутого, да? То ли какие-то другие люди. Меня вообще это даже не волнует. Конечно, интересно и важно разбираться, кто в конце концов конечный бенефициар нашего суверенитета, но на нынешний момент, пока мы с вами будем разбираться, можно многое упустить. Ответ очевиден. Это зависимая, не самостоятельная власть. Она принимает решения, не исходя из нашего с вами интереса народосохранения, да, и нашей госбезопасности, а принимает решения с точки зрения капу надсмотрщиков, которые в колонии руководят от имени колонизатора. И колонизатор говорит, так, стоять, Украина это наш потребительский рынок. Какая такая российская вакцина? Здесь мы будем банковать. Вы будете покупать наши товары, и вы будете покупать нашу вакцину. И нам плевать, что это для вас дорого, и эффективность этой вакцины не доказана. Единственное, что в этом моменте немного выбивается из общего ряда несамостоятельно принимаемых решений, это действительно китайская вакцина. Я так понимаю, что настолько с дрейфили на банковой очевидности вот этого политизации вопросов вакцинирования, что подумали, блин, ну если мы сейчас еще обнаружим, кто является нашим хозяином, и прикупим Pfizer, то все, нам тапки. Поэтому давайте мы не будем российскую, мы не будем американскую, ну мы что-то там посрединке найдем. Вот нашли китайскую. Абсолютно не думая ни о ее эффективности, ни о том, сколько она стоит, и насколько она приемлема именно для нас. Как считаете, существует мнение о том, что на самом деле сейчас Зеленский вступил в союз Порошенко, в том числе, готовя Порошенко для будущих президентских выборов, как удобного спарринг-партнера. Как считаете, это... Мы видели такое у Виктора Федоровича, знаем, чем это закончилось, правда. К сожалению, да. Да, тот тоже, оказывается, вместе со своими технологиями, видел удобного спарринг-партнера Тегныбока из «Свободы», да, как потом оказалось. Майдан многое обнаружил. Ну, вот как бы ни получилось, и у Зеленского точно так же, что погибель его ждет от таких схем, от таких схематозов политических. А вы знали в период 2012-2013 года о том, что администрация президента или люди в администрации президента финансируют Тегныбока? Вы знаете, наверное, должна была догадаться, потому что очень часто участвовала в эфирах, где постоянно мне их, как спарринг-партнера, вы подсовывали. Но на тот момент нет. Вот это правда, горькая, отвратительная, мерзкая, она всплыла уже после 2014 года. Обидно, что отдельные мои коллеги знали об этом, но ничего не сказали. То есть использовали политическую силу в темную. В темную. Удивительно. И причем там же финансирование было совершенно немаленькое. Ну, кто знает. Уже знают только те, кто причастны к этому. Мы с вами только можем предположения выстраивать. И все же, пост Зеленский. Давайте все-таки станем такими маленькими вангами. Кто будет, что будет. Возможно ли изменение политического ландшафта. Потому что, по всей видимости, партия за життя, ведь всегда была такая двойная игра. Украина все-таки была политически разделенная. И когда условные силы оранжевые побеждали, потом меняли другие силы. Но партия за життя, к сожалению, по моему взгляду, на данный момент, она не готова приходить к власти и брать эту власть. Как была готова приходить к власти и брать эту власть партии регионов в 10-м году? В 9-м, 10-м году? Ну, думаю, что нет. Кадрово они как раз готовы. К этому не готово общество. Я скажу, что, вот смотрите, всегда, начинаем с социологии, да, любая политическая сила все равно будет проводить социологические исследования для того, чтобы понимать на нынешний момент свой статус-кво. Последняя социология, там, лет пяти, говорит о том, что максимально, насколько можно выбрать на условно там юго-восточном фланге, это 20% населения. Вопрос 80. То есть, какими стереотипами, мифами, фатоморганами они страдают, эти 80%? Почему они так относятся к таким партиям, как УПЗЖ или партия Шария, не давая возможности на расширение? Ну, то есть, вопрос именно к нам, опять-таки. Как так получилось, что большая часть людей так легко и доверчиво впали в такой себе, знаете, глубокий-глубокий сон, сон сознания, да? То есть, считая, что патриотизм — это, скорее всего, бегать, как обезьяна с гранатой где-то там на востоке, на фронте, да? Считая, что патриотизм — это обязательно парафинить своих соседей. Ну, это не есть, как мы понимаем, настоящий патриотизм. И вот эти вот ложные ценности, ложные понятия, они же, по сути, отравили всё, вот начиная от самых верхов и до самых низов. Поразили всё. Вы найдёте фальшивые, ложные, подменные понятия и в учебниках, и в литературе, и в средствах массовой информации. Вы даже придёте куда-нибудь, ну, за каким-то пресловутым, я не знаю, там, ведром в любой из супермаркетов. И вы как минимум три, пять, десять каких-то образов и сигналов сложными ценностями точно найдёте в этом супермаркете. Мы, к сожалению, живём сейчас в такое время, когда большая часть просто сознательно спит. Не задаётся даже вопросами, какие идеологические установки та или иная политическая сила скармливает. Есть же какие-то избиратели, которые до сих пор вот так мазохистично преданы Петру Алексеевичу, который вверх вообще в огромную трагедию братоубийственной войны всю нашу страну. Есть мазохисты, которые верят, что можно сходить за хирургической операцией к булочнику, я имею в виду тех, кто выбирал Зеленского, правда? Они почему-то думают, что может случиться чудо, человек, который совершенно некомпетентен в государственном управлении, никогда не работал в этой сфере, никогда на это не учился, никогда не обретал опыт, он вдруг почему-то станет лучшим президентом в нашей жизни. Ну, таких чудес не случается, обоснования для этого нет. Он же не Никола-чудотворец, правда? Не аскетичный старец, которого Господь мог наделить сверхспособностями. Это обычный человек со своими слабостями. Назовите, последний вопрос задам, назовите, пожалуйста, по вашему мнению, топ-3 самых перспективных политика на данный момент. Василий, специально этого не буду делать, для того, чтобы их просто не сожрали раньше времени. Они есть. Но они есть, пожалуйста. Они есть, но как только мы начинаем озвучивать эти имена, тут же отлавливая в зависимых средствах массовой информации, очевидную травлю со стороны этих завистников. А если учитывать, что мы в своем горюшке, в борьбе за свой суверенитет, боремся не столько даже сами с собой, но еще и с внешним вектором, с внешним управлением, то здесь вообще очень сложно, да, говорить о людях, которые способны вот такую неподъемную ношу на себя взвалить, не боясь травли со стороны. Вот, например, один из инструментов, ну, серьезных инструментов давления, это, конечно же, санкции. Вот мы только сейчас с вами свидетели процесса, как люди семь лет страдали, отмывая свою репутацию, пытались снять с себя те ограничения, которые напрямую касаются качества твоей жизни, ровно потому, что их просто оболгали. Вплоть до того, что оболгал какой-то, условно говоря, средней руки чиновники из Генеральной прокуратуры. И заметьте, даже не подкладывая никаких доказательств вины. Вот, кстати, в этом я даже вижу параллель с вашим уголовным делом. Вот давайте об этом расскажем, абсурде, да, когда у вас вдруг в уголовном деле появляется сообщник, настоящий кот с лапами, хвостом. Мы же вообще не шутим, это не про простоквашина. Это реальная жизнь, когда в материалах уголовного дела против Василия Муравицкого. Появляется настоящий представитель отряда кошачьих. Кот, кот по кличке Пампух, который мяучит, который ходит на четырех лапах, которого спецслужбисты, сотрудники наших спецслужб, которые вас подслушивали, назначают агентом чуть ли не России, я так понимаю. История такая, для зрителей расскажу. Ну, это же абсурд, это же говорит о том, насколько быстро варганят, шьют белыми нитками любое уголовное преследование против политического оппонента или против инакомыслящего. История, очень кратко, на завершение, переговоры мои с журналисткой, и журналистка, и я говорю, что вот мы сейчас встречаем важного гостя, вот Юля приезжает, она приезжает с пампухом. Не сама, да. Но с пампухом. А там вот такой вот котяра, не установлена особо имоверная агент ДНР. Да. Вот такая история. Его кличка пампух, даже не так, у него, как это, псевдоним пампух. Псевдоним, да. Как это, позывной, позывной. Позывной. Позывной пампух. Еще лучше. Уважаемые зрители телеканала КРТ, с нами, во-первых, не забудьте подписаться, не забудьте оставить хороший комментарий. С нами было явление в украинской политике, Украина, умница, стойкий боец, журналист. Я сейчас буду краснеть. Журналист. Ну, это не комплименты, это констатация факта. Елена Тондаренко. Подписывайтесь и будьте с нами. До новых встреч. Спасибо вам большое. Спасибо.